ЧЕРКЕССКАЯ Здравствуйте в студии с информационным выпуском у Марти Киев. И вот некоторые темы выпуска. Открытие 56 новых и отремонтированных объектов образования и спорта запланировано в этом году в республике. 25 мая в общеобразовательных организациях Карачаевой Черкесии прозвенит последний звонок. Не менее 24 тысяч голосов должна обеспечить Карачаева Черкесия для получения субсидий на благоустройство парков и скверов в следующем году. И при поддержке президентского фонда культурных инициатив в столице Карачаевой Черкесии откроют тактильную музейную выставку по темным переулкам истории. Далее об этих и других темах подробнее. Более пяти тонн гуманитарного груза, собранного жителями Черкеска, Абазинского, Карачаевского и Ногайского районов, отправила Карачаева Черкесия жителям Донбасса. В автомашине все то, что пользуется спросом в пунктах временного размещения. Это продукты питания, а также одежда для детей и взрослых, бытовая химия, средства гигиены и многое другое. У жителей Карачаевой Черкесии появилась возможность принять участие во всероссийском проекте по развитию и поддержке молодежного предпринимательства. Наша республика попала в число 12 пилотных регионов, где эта программа будет реализована этим летом. Комментирует информацию министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Наша заявка, она со своей стороны стала одной из наиболее конкурентоспособных и была признана одним из победителей. Следует отметить, что данная программа, всероссийская программа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи в настоящее время, имеет крайне важное значение, ввиду того, что ее основная цель это популяризация и развитие молодежного предпринимательства, путем формирования и реализации комплексной меры по оказанию содействия развитию данной сферы. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии есть немалое количество инициаторов, проектов из числа молодежи Карачаева-Черкесии, которые реализуют свою деятельность как самозанятые, потому что они осуществляют свою непосредственно профессиональную деятельность, предоставляя те или иные услуги или поставляя те или иные товары. И, конечно, комплексная программа, она со своей стороны внесет значимый вклад в развитие данной сферы на территории нашего субъекта, прекрасной, динамично развивающейся Карачаево-Черкесской республики. 25 мая в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесии официально завершится учебный год. В этом году выпускаются 4728 девятиклассников и 1768 одиннадцатиклассников. А в республиканской столице в этом году стены родных школ покинут 570 выпускников, девятый класс окончат 1494 учащихся. Уже на следующий день, 26 мая, у старших ребят начнется государственная итоговая аттестация – основной этап ИГЭ. Девятиклассники уже сдают экзамены. Компания ОГЭ стартовала 19 мая и продлится до 22 июня. 25 июня в общеобразовательных организациях пройдут торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов об основном и среднем общем образовании. выпускникам девятых и одиннадцатых классов. В период проведения данных мероприятий будет обеспечен контроль и усилен пропускной режим в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья участников торжественных мероприятий. Строительство обновленной детской школы искусств ведет в Черкесске с обережением графика, поэтому ее двери распахнутся перед юными музыкантами уже в этом году. В обновленной школе искусств, в частности, появится звукозаписывающая студия, зал для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал на 182 посадочных места. Об этом рассказал начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии города Равильтикиев. В мэрии города Черкеска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством, и при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался к современному стилю. Не менее 24 тысяч голосов должна обеспечить Карачаево-Черкесия для получения субсидий на благоустройство парков и скверов в следующем году. В середине апреля этого года Минстрой России и Единая Россия объявили о начале онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 30 мая текущего года. Карачаево-Черкесия участвует в нем во второй раз. У жителей трех городов – Черкеска, Карачаевска и Узчгуты, а также поселка Медногорского – осталось несколько дней для того, чтобы отдать предпочтение одному из объектов, который, на их взгляд, более всего нуждается в преображении в следующем году. Сделать это можно на портале 09.городсреда.ру. В Карачаевске в год столетия республики запланировано открытие новой поликлиники на 350 посещений в смену. Медучреждение возводится на территории действующей городской больницы. Строительство объекта ведется с 2019 года по госпрограмме развития здравоохранения. Все работы будут завершены к осени. Жителям республики доступна новая образовательная онлайн-платформа про знания КЧР. Этот ресурс позволит всем желающим, не выходя из дома, получить новую специальность, комментирует информацию советник министра по делам молодежи Расим Попшулов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Открытие 56 новых и отремонтированных объектов образования и спорта запланировано в этом году в республике. В сентябре по нацпроекту образования откроется новая школа на 164 ученических места в ауле Гюриль-де-Уку из Жигутинского района и 18 общеобразовательных школ Карачаева-Черкесии, компремонт которых проводится в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в регионе». В этом же году откроется и Центр выявления и поддержки одаренных детей в северной части Черкеска, детский технопарк «Кванториум» на базе гимназии номер 18, а также 26 центров образования «Точка роста» в сельской местности и малых городах. Кроме того, после капитального ремонта в сельских школах республики откроются 4 спортзала и 4 спортивные площадки. В Усть-Жигуте на сентябрь этого года запланирован ввод дошкольной образовательной организации на 80 мест. Региональная Минцифра запустила благотворительный челлендж «Декада добра». Совсем скоро – Международный день защиты детей. Праздник, который призван напомнить, что каждый из нас способен подарить радость ребенку. Впереди еще несколько дней, а это значит, что у всех есть возможность осчастливить десятки, а может быть и даже сотни детишек. Новый телевизор и велосипед от ведомства уже получили многодетная семья Исмаиловых из Усть-Жигуты. За распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, их дискредитации и призыва к введению санкций может грозить уголовная ответственность. Изменения внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях страны. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфилева. Распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины и Донбасса создает угрозу безопасности России, а также нарушает права и свободы граждан. Кроме того, призывы россиян напрямую противоречащие интересам государства также способны нанести реальный ущерб стране. Законодатель установил в уголовную ответственность за подобные деяния в начале марта в Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен тремя составами преступлений, предусмотренных статьями 207.3, 280.3 и 284.2. Согласно закону, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья 207.3 о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет в случае наступления тяжких последствий. Также в соответствии со статьей 280.3.3, это публичные действия направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Максимальное наказание по ней – это лишение свободы до 5 лет. На базе Центра «Мой бизнес» организована и работает горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщила начальник Центра поддержки предпринимательства Елена Чернеева. Министерство экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» КЧР запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших форс-мажорных обстоятельствах, а также сообщить о проверках контроля надзорных органов. Задача горячей линии – предоставить информацию, помочь и разъяснить предпринимателям их права. Также для предпринимателей Карачаева Черкесии открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу Город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты Центра окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9.00 до 18.00. При поддержке президентского фонда культурных инициатив столицы Карачаева Черкесии откроют тактильную музейную выставку по темным переулкам истории. Экскурсии по ней будут проводиться в полной темноте. В рамках проекта планируется создание экспозиции из копий 30 предметов археологических находок Роднего Средневековья Западного Кавказа. Она будет выставляться в отдельном зале Музея-заповедника имени Бории Байчоровой и на стенде для тактильного осмотра с подробным описанием шрифтом Брайля. Во время выставки и далее экспозиционный зал будет оборудован поручнями и напольной рельефной разметкой, а экскурсии будут проходить в полной темноте. Реализация проекта запланирована с август по декабрь этого года. В Ставрополе состоялись межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди сборных команд территориальных органов МЧС России Северокавказского федерального округа. По итогам напряженной спортивной борьбы тройка лидеров определилась следующим образом. Первое место досталось команде главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. На втором месте наши спортсмены и замкнула тройку лидеров команда правления МЧС Северной Осетии Алании. Архысская сосна, которая уже без малого два века, снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» до 1 августа. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Республики Медина Буташева. Архысская сосна снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» по ссылке «Россдерево.ру» в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таума в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской Республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе «Российского дерева» 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. Спортсмены Карачаева Черкесии приняли участие в большом турнире по греко-римской борьбе «Школьная борцовская лига Поддубного» среди юношей, который прошел в Москве. В результате упорной борьбы копилку награды республики пополнили Назар Киков, Рахим Сатемиров и Рустам Кемрюгов. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии облачно с прояснениями. Местами дождь, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18, в горах до 19 градусов тепла. В горах Карачаевой Черкесии свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесии днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.